Завершающий матч 7-го тура мужской суперлиги Камила Плачек, которого, кстати, в этот вечер не было на тренерском мостике, поэтому руководил командой его помощник, аргентинец Мартин Бланко Коста, который вдобавок не смог рассчитывать на двух лидеров, Егора Клюку и Игоря Каладинского, вместо которых появились Рукавишников и Богдан. У тренера у него обострилась старая проблема, где-то на игре ли заступился, в общем, проблема с коленом, через все, что придется оперироваться ему. Ребята немного перегрузили, ребята реально не могли играть, поэтому не ломайся в игру. Ну, сегодня вышли, показали все, что могли, плюс у нас двое травмированных, трое, да. Поэтому все, кто мог, сегодня вышли на площадку. Владимир Олег на же выставил следующую стартовую шестерку. Андерсон Габек, Будько Михайлов, Вольвич Лихошерстов и Алексей Вербов в роли Ливера. Да неважно там, кто стоит. Есть два человека с той стороны, нет. Это у нас равняет буквально ситуация нечеловеческих нагружек для них. Для нас это не важно было, но для них, я думаю, что важно, потому что, наверное, Колодинский – это лидер на площадке. Егор тоже главный бомбардир этой команды, вот. И без них, конечно, я думаю, что им было значительно тяжелее играть. Накопившаяся после польского турне усталость прослеживалась по ходу всего матча у обеих команд, которые ошибались намного чаще обычных. Причем стоит отметить отличную поддержку зрителей, которые практически полностью заполнили трибуны Дворца Спорта Звезд. Урингойцы играют раскрепощенно и имеют преимущество плюс два по ходу всей первой партии. А вот Нгапет и Андерсон поочередно допускают ошибки как в атаке, так и в приеме. Да и в целом, зенитовцы допустили аж девять ошибок, пять из них на подачу. Но в самый важный момент Вербов затащил в защите. Нгапет и Сурмачевский сделали эйсер. А Михайлов забил восемь мячей за сэр. 27-25. Диагональный Артур Удрис здорово вписался в игру у рингойцев, забивая тяжелые мячи. Хозяева повели в счете 14-16. И на площадке вместо Нгапета появился Андрей Сурмачевский. В самый нужный момент серию подач выдал Мэтью Андерсон. Михайлов забивал вообще все. А вторая концовка вновь осталась за Казаньем. Благодаря блоку капитана Александра Будько. 25-23. Партии мы вели в начале, но упускали инициативу. Нам тяжело было сегодня бороться, потому что усталость очень сильная у всей команды в целом. Ну да, все в одних условиях. Может быть поэтому и такое количество двух сторон ошибок. Чуть-чуть хладнокровнее действовали в концовках. Потому что все-таки факел вел эти две концовки. И, наверное, им где-то не хватило. Опять же, может быть, мотивации и желания. Плюс не было двух лидеров на площадке. Это тоже важно. Уже знакомый сценарий первых двух партий повторился и в третьей. Вновь 6-10 в пользу факела. В этот момент уже Эрвин Гапет поменял Сурмачевского. Но главными героями погони стали Михайлов, Андерсон и Артем Вольвич. Который вернулся после травмы. И именно на его подачах казанцы вышли вперед 11-10. Очередной крутой матч в исполнении пулемета Максима, наколотившего 20 очков. 25-18 в третьем сете. И одни из самых упорных. 3-0 в матч. Антиволейбол. Чемпионат мира, конечно, сказывается. И, конечно, перелеты играют на грани. Что одни, что другие физических возможностей. Этот настрой принимаю. Он не антиволейбольный. С ним мы дальше ничего не выиграем. Но сегодня я его принимаю. Очень сильно надеялись сегодня дать бой. В принципе, это получилось. Пару парня бы хотелось засупить, чтобы это было как-то поровнее. И никаких претензий, я думаю, не быть не может. В данный момент команда в расстроенном состоянии. Потому что проиграл матч. А вообще, конечно, мы сделали большое дело. Завоевали бронзу. Многие подумать не могли, что мы залезем в призеры. Сегодня главное было только победа. Наверное, играли плохо. Впереди пристоят тоже непростые игры, выезды. И нужно уметь и стараться адаптироваться. Семь побед в семи матчах позволили казанскому «Зениту» единолично возглавить турнирную таблицу мужской суперлиги. А вот факел теперь третий. Его обошел новосибирский «Локомотив», на встречу с которым казанцы отправились уже на утро, после игры в Новом Уренгое. Второй тур подряд. Нас ожидает матч лидеров с участием «Зенита». На этот раз в Новосибирске. «Локомотив» против «Зенит» «Казань». 8 декабря в 12 часов по московскому времени. Уважаемые болельщики, спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на ЗТВ. Продолжение следует...